Алло, здравствуйте, дамы и господа. Как дела? Не знал, что сегодня постримить, зашел в Steam, смотрю, в топе какая-то игрушка висит. Думаю, что за игрушка? Захожу, а это градостроительный симулятор в средневековье, то есть, ну, звучит как кайф. На первом месте в топе продаж. Вы когда-то видели, чтобы на первом месте в топе продаж был градостроительный симулятор? Как бы, это же вообще что-то необычное. До этого... Подождите, SimCity же тоже, да? Ну ладно, тогда я играл в два градостроительных симулятора. Я играл в Banished 7 лет назад и, в общем-то, в City Skylines я немножечко играл. Но в целом, в целом, особого опыта у меня в градостроительных симуляторах нет. Но, но, я хочу построить идеальную деревню, чтобы всем было удобно, чтобы всем было круто, чтобы там было достаточно ресурсов и так далее. Но еще очень важно, что это не просто градостроительный симулятор, здесь еще дополнительно есть нападение всяких челиков. Так что, нужно будет еще отбиваться от кабанов, там, не знаю, от каких-то охотников. Так, деревня у нас как будет? Это название деревни или чего именно? Так, как будет называться наше поселение? Давайте подумаем. Мирный режим, что это такое? В мирном режиме нет нападений на летчика, вражеской армии и агрессивных животных, таких как волки и медведи. Уродск? Ребята, какой уродск, блядь? Это будет минимум Красивск, нахуй. Уродск? Да как вы смеете говорить обо мне такое? Вы попробуйте, блядь, снять видео, как я, нахуй. Ты видеосос, ты Марио 1, блядь. Весь чат за уродск. Нет, никакого уродска не будет. Красивск. Всё будет красиво, всё будет супер. Равнины, я думаю, лучше всего, наверное. Хотя низинные озёра тоже довольно неплохо. Но равнины, огромные равнины с плодородными лугами, сухими пастбищами и кустарниками, но с кудными лесами и месторождениями ископаемых. Природные условия среднего уровня сложности. Давайте озёра, там и рыбку можно будет половить, как бы и побалдеть. Давайте на следопыте будем, ладно, ладно. На первопроходце там, наверное, слишком просто будет. Невзгоды случаются везде. Но на родной земле у нас не было и надежды на лучшую жизнь. В голодные годы правители забирали ту же долю урожая, что и всегда, оставляя наших детей без хлеба. А если у кого-то появилось сбережение, тут же появлялись сборщики налогов и требовали отдать эти монеты во имя короны. Платим налоги, чат, две тысячи. Пока налётчики разоряли наши деревни, знать пряталось в стенах своих неприступных замков и не делало ничего, чтобы помочь простому люду. И наконец-то мы решили, что пора уйти. Лучше попытать счастье на чужбине и найти новый дом, чем сгинуть от голода на родине. Суровое путешествие унесло жизни многих. В этих диких краях мы начали жизнь с чистого листа и будем сами распоряжаться твоей судьбой. Вот она, ребята. Новая жизнь красивска, где будут жить кабаны счастливо и богато. Так, совет. Чтобы снизить численность грызунов, храните зерно и муку в амбаре. Грызуны, ебать. Что за грызуны? Грызуны мне не нужны, ребята. Я не хочу грызунов как бы. Так, вот наши чувачки. Мира. А переименовывать можно? Возраст 30 лет. Рабочая. Одежда. Льяная одежда. Поселенец несчастен. Так, стройплощадка. Центр города. Требуется 18 ресурсов. А, они сразу же автоматически его строят, да? Нужно расчистить стройплощадку, прежде чем начать строительство. Ага. Так, строительство идет. Приоритетная цель. А 18 дерева они сами должны будут добыть или как? Боярышник, орешник. Так, ну вот. Они автоматически добывают дерево и будут строить центр поселения. Пока они этим занимаются, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, тут какая-то зелень присутствует. Тут дикие травы, орешник, еще дополнительная зелень, куст, черники. Ну, еда вроде какая-никакая здесь есть, да? Насколько я вижу. То есть вот центр города у нас потихонечку строится. Так, на Б у нас стройка. Хижина. Постройте хижину на скорую руку, предоставляющую укрытие от сыровых погодных условий. Она стоит... Привлекательность местности тут есть! Обалдеть! Типа, здесь нужно, короче, я так понимаю, всякие производственные здания строить далеко от основной деревни. А когда на меня нападут? Мне же нужна защита еще какая-то, наверное. Мне нужна какая-то защита, я думаю. Короче, производственные здания нужно строить где-то вдалеке, чтобы там всякие работяги хуярили, да? А основной центр города красивый. Он должен быть... Ну, вы поняли. Так, все, хижину делаются. Да центр хуйня. Да нормальный центр, блядь, что тебе не нравится? Вот. Ну, я бы в этом доме жил бы, блядь. Вот, смотрите. Центр города, вот. Хочешь на озере покупаться, блядь? Сходи, покупайся. Вот дома. Вот рыбаки здесь добывают. Поблизости нет рыбы. Ты долбоеб? Вот это что, блядь? Косяк рыб написано. Почему нет рыбы? Так, хорошо. Как снести здание? Разобрать постройку. Идите, разбирайте. Все, ништяк. Пока что, пока что, моя деревня как будто бы, ну, я не знаю, она создана для комфортной жизни. То есть, ну, я бы хотел бы жить в этой деревне. Я смотрю, сразу же чувствуется какой-то вайб приятного времяпрепровождения. Там рыбачок, там охота, как бы, да. То есть, тут ребята приятно проводят время. То есть, чувствуется какой-то балдеж. Переключить людей в гарнизон. Профессии жителей. Дровокол 1. Ну, типа, профессии, они автоматически получаются, насколько я понимаю. В этой постройке нет доступа к источнику воды. Постройте колодец поблизости. Мэнчик. Просто, блядь, ты сказал, я сделал, да? То есть, ну, конечно. Погреб, кладовая, склад, рыбацкая хижина, домик собирателей. А где колодец? Вот, колодец. Мужики, конечно, колодец в деревне, это важно. Все. Все, нормально, такая дорожка к домику собирателя. Будет здесь собирать, приятно проводить время. Коптильня. Коптильня. Что она делает? Коптильня, это, скорее всего, производство пиццы, пищи. Домик собирателя, охотничья хижина, рыбацкая хижина, поле. Коптильня. Работники коптильники сушат мясо и рыба, чтобы значительно продлить срок годности этих продуктов. Коптильня надо. Так, коптильня нужна обязательно. Коптильня рядом с рыбаком. Ебать. Так, и чё? Ебать, ребята, у меня комп дуется, пиздец. Это точно нормально? Но у меня комп начал аж гудеть просто. Как будто бы я в 15 раз более жесткие настройки сделал. Не, это слишком, чуваки. Я боюсь, у меня видеокарта, блядь, сгорит. Поэтому попробуем 140. Чуть-чуть, то есть более качественно. Ну, слушайте, пока мне игра нравится. Мне довольно весело. Мне интересно, насколько сильно можно здесь... Посмотрите, просто тут есть... Сколько зданий, да? Третьего уровня. Как минимум, вот эти вот здания построить. Укреплённая стена, укреплённая дорога, защита, наблюдательная вышка. То есть тут можно прям реально огромную деревню ёбнуть. И это здорово. Главное не сдохнуть. О, у меня есть немножко даже... Постройка горит. Блядь. И чё делать? Постройка хижины бушует пожар. Люди смогут потушить его, если рядом будет источник воды. Но тут колодец рядом. Тушите! Тушите! Блядь, тушите хату! Блядь, зачем вы забежали туда? Ну вот, колодец рядом. Тушите. Фух. Так, а починить? А починить эту хату можно чинить? Опа. Домик лучников. Новое что-то. Лавка корзинщика. Компостная яма. Так, компостная яма это что-то очень некрасивое. Так, а где компостную яму? Рядом с фермами, да, наверное, чуваки? Наконец-то садят. Сейчас ещё компостница прикатит. И будет вообще здорово. Годовой налог собран. Собрано слитков золота за прошедший год. Пятнадцать. Возведите больше постройок, облагаемых налогом, чтобы получать больше налогов. Так, у меня начинают появляться деньги, ребята. Так что, ну, заебись. Ферма уже потихонечку работает. Будет приносить нам новые приколы. Кусты, всякие дикие травы здесь тоже работают. Ништяк. Вроде бы у нас всё достаточно неплохо. Еды тоже много. Вот сейчас ещё одна коптильня будет. Тут вот тоже дополнительная еда. Но можно начинать задуматься над тем, как прокачиваться дальше. Вот, ребята, построил компостницу. Здесь теперь будет собираться кал. Это отлично. И вот брёвна. Посевы погибли из-за засухи. Морковка, блядь. 324 морковки погибло из-за засухи. Ну, я в ахуе, блядь. Так, надо вот тут ещё колодец тогда сделать. Чтобы, если что, в будущем можно было как-то эти посевы... Даже два колодца здесь сделаю. Чтобы им точно хватало на все эти приколы. Так, чуваки, я предлагаю сначала начать. Со знанием дела. Без лишних действий. Аккуратненько. Но эта деревня, в принципе, неплохо получилась. Но я тут много косяком наделал. Это была проба пирата, так сказать. У нас еды есть сразу же в начале игры на 9 месяцев. Надо этим пользоваться. И еду потом добывать. Вот тут, кстати, ребята, косячок есть. Надо сразу с косяком работать вот этим вот. Так, всё. Рафланчик здесь первый достраиваем. Так, только вопрос. Одного дровокола будет достаточно? Так, а ну-ка. Вот привлекательность. Вроде как дровокол этот, ну, не достаёт. Видите, негатива не приносит этим домам. Поэтому нормально. Возможно, я даже далековато его построил. Но в целом, в целом, ничего страшного. Не хватает дров, блядь. Я знаю. Сейчас дровоколу построят. До зимы ещё время есть. Так, вот это. Да-да-да. Сейчас к нам прибудут новые чуваки. Бля, почему здесь никто не рубит дрова? Рубите дрова! Опа, Дилун! Новый дровилч. Всё, похуярили, ребят, колоть дрова. Ништяк. Ништяк. Так, вот эти можно сразу же собрать. Тут тоже собиратель. Еда начинает появляться. Отлично, отлично. Сейчас рыбак. Походу, это оно, чуваки. Походу, это оно. Рыбацкий город начинает свою жизнь потихонечку. 77 дров, блядь. Надеюсь, хватит. Но еды мало. Еды всего на 2 месяца. Блядь, они сдохнут, походу. Зима-то 3 месяца. Блядь, еды на месяц. Ну, как так? Ну, блин, ну что за кау? Не успел чуть-чуть коптильню достроить. Не, ну им тепло. Может, они всё... Они выходят. Подожди, может... А, буря закончилась. Буря, это не зима. Буря, это не зима. Буря, это буря. Я понял прикол. Всё, нормально. Короче, буря, это какая-то хуйня. Это ивент, когда они просто в дома заходят и сидят. Понимаете? Я думал, буря, это зима. А буря, это они просто домой заходят и сидят, пока она не закончится, короче. Так, мы выжили, ребят. Всё нормально. У нас было достаточно дров. Челы просто жёстко рубят деревья. Так, одного можно пока остановить. Так, а вот это уже непосредственно зима начинается. Так, достраивайте здесь домик собирателя. Блин, может, ещё одного рыбака, раз такая тема. Блин, такая красивая игра. Просто пиздец. Можно, кстати, это было бы здорово. Тут вообще место очень красивое для рыбалочки. Рыбалка плюс... Смотрите, рыбалка, собиратель, две коптильни. Плюс дополнительная еда... А, не, у нас куча еды. У нас еды на 7 месяцев и испортится ещё еда через 12 месяцев. Так, вот тут вот челу негде ловить рыбу. Всё, ништяк. Пока что всё, в принципе, неплохо. Всё, в принципе, неплохо. Рыбаки рыбачат. Еда у нас на 5 месяцев. Что нам сейчас нужно сделать? Первое, что нам нужно сделать, это... Достроить... Вот тут вот два жилья. Блядь, оно не влазит. Так, ну начальный этап мы сделали. То есть самый стандартный этап, который позволяет моей деревне жить. В принципе, я могу сейчас уже просто вот так вот, ебать, руки поставить. И моя деревня будет работать. Но мы продвигаемся дальше. Кстати, жители, между прочим, все счастливы. Даже ни одного довольного нету, все счастливы. Но нам нужна защита, нам нужно армию строить, чтобы захватывать другие деревни. Или в этой игре так нельзя. Но здесь можно строить армию, я знаю, защитную. То есть на нас будут нападать всякие работяги. Чекаем зиму. Так, подожди. А, чекаем зиму. Так, стоп, в чём проблема? Я уже пережил одну зиму. Я ещё одну смогу пережить. Ты забыл построить склад и кладовую с погребами. Ещё рынок для денег. Так, смотрите. Рыбаки. Несёт, смотрите, выгружает рыбу. 30 рыбы словило. Ёлки-палки. Кстати, рыбу в погреб складывают почему-то. В погребе пища хранится плюс рыба. А что с дверью этого погреба? Почему она красная какая-то? Бочки. Снижение порчи. Бонус за каждую бочку 5%. Так, зима начинается. Но у нас, в принципе, достаточно. Дров. Я до стрима только установил. Поиграл 10 минуты дробал. Интерфейс говна. А мне нравится интерфейс. А в чём проблема интерфейса? Очень всё удобно. Как вам деревня? По-моему, балдёж. Это деревня будущего. Так, ну что, вы готовы? Улучшаем центральное здание, чуваки. Ёлки-палки. Сейчас будет центр города улучшаться. И дома надо ещё поапать, да. Чтобы апнуть дом. А чё мы не можем апнуть? А, вот требование. Нужен бонус привлекательности местности. Типа еды. И центр города второго уровня нужен. То есть нам нужно два типа еды, не только рыбу. Блядь, ну это плохо. Я-то планировал только рыбой питаться. Придётся, видимо, реально поля засеивать. Или я хуй знает. Блин, ну я вот думаю. Вот здесь вот сделать некое место. О, тут вода, кстати. Некое место, где у меня будут фермы плюс мельницы. Здесь будем произвести хлеб. Хлеб, рыба. По-моему, отлично, отлично будем балдеть. Так, хорошо. Ну блин, как-то рядом с кладбищем поле смотрится не очень выигрышно, как будто бы. Ну ладно, вот такое вот поле, например. Так, на этом поле будет пшеница. Здесь, соответственно, я проведу, сделаю мельницу. Пускай они делают хлеб. И хлеб плюс рыба, это уже достаточно еды для кайфа, мне кажется. Жесть толпа сразу сюда налетела. Так, лучше мы вот это вот всё добудем. Тут как бы куча можно ресурсов добыть дополнительно. Так, ну всё, пошла Тараска собирать говно. Повезла сразу же. 45 кала. Пиздец, это что, 45 килограмм кала? Так, кто здесь живёт, блядь? Крэк, Бурбон, Эльман и Оукрен. Блин, а где живёт? Может вас в один дом заселять, знаете, сквадами, так сказать. Так, ещё бы дома хотелось апгрейдить. Но здесь нужен бонус привлекательности местности, 30%, для того, чтобы дом улучшить. Таверна, таверна, где она? Пасека, гончарная. В каком? Благоустройство, наверное. О-о-о-о! Дом лекаря, базар, здесь хранятся товары, предназначенные для продажи торговцами. Подождите. Школа, в школе поселенцы могут получить начальное образование, чтобы эффективно работать для некоторых профессий. Таверна, крысолов, блядь, крысолов. Крысоловы контролируют популяцию грызунов в определённой области. В первую очередь, им стоит доверять место с различными складами пищи. Так, склады пищи у нас вот здесь, так что мы тут можем оформить крысолова. Тут у меня вообще все мои склады, так сказать. Крысолов есть. Таверна, чтобы улучшать здание. Так, хочу, чтобы таверна как бы все вот эти вот дома обеспечивала. Вот, ништяк. Так, вот так вот она обеспечивает все дома. Всё, таверну сейчас построим. Так, крысолов. Сакар. Ловит крыс, нормально. В деревне родился ребёнок. Сейчас основная задача... Дизентерия поражает посел... Тарас! Дизентерия поражает поселенца по имени Тарас. Кишечная инфекция, которая вызывает рвоту и диарею. Если у больного не будет доступ к чистой воде, он может погибнуть от обезвоживания. Тебе пора строить новые дома. Да подождите вы. Мне нужно понять срочно... Видите, у меня пшеница есть уже. Мне нужно понять, как сделать тяжёлый инструмент. Вот этот вот. Для того, чтобы мельницу достроить. Где он производится? А вот, тут написано, что производит. Давайте сейчас посмотрим. Мыло, мёд. О, производит пиво. Пивоварня. Но это на третьем уровне. А почему тогда мельницу... Бля, какой-то долбоебизм. Почему мельницу можно строить на втором уровне, но ресурс, который нужен для её постройки, добывается только на третьем уровне? Это вообще как? Так, глина добывается. Ништяк. Ждём, пока торговец придёт с тяжёлым этим самым. Типа, пекарню мы уже построили. Ферма здесь сейчас... Блин, у меня так... Они, конечно, бегают очень далеко. Это, наверное, не очень правильно. Но здесь у меня есть временное укрытие. Так что, в принципе, неплохо. Вот тут бы что-то построить. Тут как-то так много места, но тут нихуя нет, как вы понимаете. Как минимум можно вот тут ещё дорогу провести. И уже между ними вот тут вот что-то подумать, потом построить в будущем. Приближается буря. Так, у нас нормально всё по еде. Еды на 4 месяца всего лишь. То есть нужно что-то с едой придумать. Я, наверное, тогда ещё одну рыбацкую хижину сделаю. Ну, блин, ну придётся. Что я могу сделать? Придётся. Ещё одну рыбацкую хижину сделаю здесь. Тараска вывозит отходы. Топ-подруга, ребята. Что бы мы без неё делали? Вот она целыми днями возит в Ашкал. Прикиньте, она уже 7 лет подряд, ну или сколько там... Каждый... Каждый день заходит в дома и вывозит говно. Вот, зашла в хату. Так, зашла вот сюда. Здесь живёт Джорм, Рофель Грин и Оукрен. И пошла... А нет, она почему-то говно оставила... Она оставила говно на дороге и пошла хавать. Она решила, что надо пойти пожирать. Типа, знаете, у неё работа-работа, но обед по расписанию, так сказать. Так, иди срочно на базар. Иду, иду. Так, на базаре новый завоз, ребят. Пшеницу тут привезли, кстати. А нет, это моё. Не, тяжёлые инструменты не завезли, к сожалению. Нехватка дров, блядь, нет. Ноу! Добывайте дрова, нам... Нам дрова нужны очень сильно. Я слишком много зданий построил. Сейчас нужно немножко... Со строительством угомониться слегка, потому что сейчас зима начнётся, и у меня просто все мои, блядь, 80 жителей сдохнут. Такое нельзя допускать. Нехватка пищи. Блядь. Ну ладно, что я могу сказать. Новых жителей пока не надо мне, потому что я уже не справляюсь. Пока мы не делаем хлеб... Так, охотники давно не находили дичи. Да похуй, пускай здесь находятся. Не, ну можно ещё одного рыбака построить. Ладно, я строю дом лекаря, чуваки, но потому что уже... Уже нет возможности без лекаря жить. Так, вот так вот он будет? Все дома... О, о, ништяк.ком, ебать. Все дома обеспечивает. Вот здесь вот лекарь. Ебало охотника, который не в зоне. Но он охотится на кого-то. Вот, давайте понаблюдаем за этим охотником. Охотника зовут Дорна. Так, она подошла к колодцу. На кого она охотится? Написано, что она охотится. Не, ладно, ей похуй, она не особо охотится. Блин, когда игру приближаешь, она классно выглядит. Реально. Короче, я не вижу смысла играть в Бенништ, когда есть эта игра. Она просто улучшенная версия Бенништ. Нехватка дров. Но я там, блядь, полкарты. Опять замечен хищник, блядь. Да сколько можно? Я заметил, с этой стороны постоянно волки выходят. Но игра отличная. Прям охуенная, я бы сказал. Я, конечно, полностью ещё всё не построил, но она реально как улучшенная версия Бенништ. Она прям дарит те же впечатления. Гард заболел бешенством и сдох. Соболезную. Цинга. Блядь, да хватит болеть, блядь. Короче, сейчас врача построим и нормально будет. Обязан. Но я постримлю без проблем. Но просто зачем, если эта игра во всём лучше Бенништ? Ну ладно, ладно. Чисто ради челленджа. Потому что там миллион просмотров. Мой первый миллион просмотров. Сделаю стрим, на котором поиграю пару часиков по приколу. Посмотрим ещё видос этот на миллион просмотров, который. Замечен хищник. Вот. Пришло время охотника. Блядь, он ещё не успел достроиться. Блин, а эти коптильни, возможно, будут мешать. Если я дальше сюда буду жилой район простраивать, то вот этому дому, например, коптильня уже может помешать. Правильно? Блядь, поселенец убит хищниками. Джорн. А, они дома автоматически улучшают чё-ли. Дом построен 6 из 25. Ну да, здесь... Смотрите, обратите внимание на вот эти дома. И на вот эти. Видите, они автоматически начинают улучшать дома. Потому что появился горох. Блядь, это странно, но они не могли улучшить дома. И как только в их деревню пришёл горох, они начали улучшать дома. Они начали процветать. Бешенство это пиздец. Если вовремя не начать лечение, то 100% мучительная смерть. Мучительная в плане того, что не сможешь ни есть, ни пить, а также бояться дновения ветра. Также в психологическом плане происходит изменение. Человек становится агрессивным, дёрганным. В конце концов, это приводит к пролечу дыхательных путей с ног и сердца. Ебать. А вообще, ну почему? То есть, как укус, просто укус, казалось бы, да, приводит к бешенству? То есть, через что? Каким образом? Ты же, если порежешь себя, например, ножом, у тебя же не будет бешенства. Или там имитируешь укус, например, да? Через слюни животных. А, то есть, инфекция, как бы, слюни. Подождите, а от укуса человека может быть бешенство? То есть, если слюни человека будут? Да. Блин, у нас мало дров. Не, ну нормально, в целом, в целом нормально. Но, скорее всего, школа уже не достанет. Но там дети не будут учиться. Так, дизентерия нуждается в лекарстве. Охотник. Пошёл, пошёл, ребят, сразу же в больницу. А в больнице тут как тут Тараска. Блин, вот это жизнь у Тараски. Она вначале 7 лет носила говно. Потом пошла работать учителем. Потому что она единственная могла работать учителем. И теперь она единственный врач в деревне. Вот это да. О, вот это да. Так, в вашу поселенство хочет прийти 8 человек. Принять! Ребята, 100 жителей в моей деревне. Поздравляю всех, кто живёт в деревне. У нас, правда, есть недовольные. Но большинство жителей всё-таки довольны. Большинство жителей всё-таки довольны. Есть, конечно, недовольные. Почему они недовольны, интересно? Из-за рыбы? Типа им надоела рыба, maybe? Я не знаю, что они недовольны, кстати. Я предполагаю, что из-за рыбы. Блин, я думаю, что пришло время потихоньку строить огромный забор, блядь, не? Я требую таверну. Так пиво, блядь, как делать-то? Я бы построил без проблем, мужики и дамы. Но пиво из чего делается? Вот, таверна. Нужно пиво. Это нужно опять с полями разбираться. Я только с горохом разобрался. Надо третий уровень здания каким-то образом получить. Но для этого нужно 25 домов, 1200 золота и 125 жителей. Кстати, у меня уже есть 125 жителей. 25 домов это не то, чтобы особо сложно. Так что, в принципе, мы приближаемся к третьему уровню. Там можно будет построить кузницу. И можно будет сделать уже материалы для того, чтобы наконец-то сделать мельницу и добывать хлеб. Ну, блин, деревня уже топ. 123 жителя. Мне страшно представить, правда, что будет, когда будет... Несколько тысяч жителей, например. Ну, или тысячи даже, да? То есть... Вы представьте, как оно лагать будет. Это пиздец. Заметите, еще никто не умер естественной смерти. Но пока да. Пока да. Начинается 11-й год. ФПСа нет. Ну, у меня еще, кстати, игра на ультрах. И плюс я еще поставил апскейлинг. То есть, ну... До... Почти 2К даже, да? То есть, ну... Можно, в принципе, понизить графику. Но в целом, в целом... Это же не шутер какой-то. То есть, тут... Особо напрягов из-за этого нет, если честно. То есть, играешь, и похуй, нормально все. Ну, пока. Пока. Если там будет 10 фпс, тогда, конечно, надо будет уже что-то делать. Так, замечен хищник. Сколько у меня шкур, мне интересно? У меня 18 шкур. Ну, довольно мало, на самом-то деле. Но уже мед потихоньку добывается. Рыбы много. Шкура потихоньку появляется новая. Показать категории. Ёлки-палки. О, вот так красиво. Вот так красиво. Вау. Вау. Прикольно. Я нажимаю и смотрю, что у меня есть. Вау. Ну да, одежду надо производить. Шубы, например, те же самые. Давайте посмотрим, где они производятся. Спасибо огромное, First Еретик. За 2 доллара. Доспешная мастерская. Здесь именно доспехи производятся. А вот просто обычная одежда где производится. Снижь просыпается иногда или ты его подавил. Ну, вчера просыпался на Assassin's Creed. Ну, блин, на самом деле даже это не снижь было. Это просто такая унылая игра играть. И из-за этого я унылый. То есть, и получается стрим хуёвый. Потому что мне скучно. И, соответственно, людям на стриме тоже скучно. Потому что я с покерфейсом сижу. Ну, не знаю, кто был вчера на стриме. Я думаю, прочувствовали эту тему. Потому что ты сидишь, но игра просто вообще никак тебя не цепляет. Вот это хужайшее, что может быть на стриме для меня лично, как стримера. Это когда тебе душно в игре. Это реально самое худшее. То есть, даже если там чат как-то что-то тебя заёбывает. Ну, такое редко бывает, да. Но это всё хуйня. Вот именно когда игра душная, это просто невыносимо. Ты играешь, и тебе просто, блядь, ну, скучно. И нахуй надо. Поэтому я даже решил не проходить его до конца. Ну, вообще не понравилось. Ну, вначале было круто. Но потом... Челы выравнивают землю под золото 3 года. Ну, это вообще, да. Ну, а что делать? Это золото. Золото это кайф. Блин, олени новые появляются постоянно. Сколько у меня шкур? Ага, шкуры... Видимо, одежду производят, да? Хорошо. А что тогда по настроению? Пиздец. Четыре недовольных. И у нас теперь довольных меньше, чем счастливых. Какого хуя? Надо пиво закупить. Тогда вся проблема исправится. Так ты город, а не бар. Ну, да, да, я согласен. Но просто я пока не могу произвести пиво. Мне нужен третий уровень технологий для того, чтобы произвести пиво. Базовые нужды. У нас больше всего нужд в обуви. Из-за нее минус мораль челф. А, вот. Лавка сапожника. Подожди, а почему у меня все это время не было лавки сапожника? Так, ну ладно, ребятки. Думаю, в принципе, можно потихоньку закругляться на сегодня. Мы практически шесть часиков поиграли. Игрушка прикольная. Мне понравилось. Балдежно. Мы провели время сегодня. Как-то оно очень быстро проскочило, так сказать. Не знаю. Наверное, еще один полноценный стрим. Скучновато было бы в нее играть. Довольно... Довольно однообразно будет сейчас там дополнительно добавлять что-то и так далее. Но на один стрим она прям уверенно зашла. Я приятно провел время. Вот. Скорее всего, четверг-пятница, ребят, два человарня дня возьму. Вот. Восстановлю силы. Поотдыхаю немножко. В субботу посмотрим мультики. В воскресенье уже там что-то придумаю новое. Может, паучка запущу. Может, вообще продаж на воскресенье стартану. Но пока желания особо нет. Играть в рандомные какие-то игрушки. Короче, если что, все, ребята, в Телеграме. В Телеграме вся информация по поводу всего игр, скипов, дропов. И вообще все, что вас интересует, как зрители на моем канале. Поэтому заходите в Телегу. Все. Спасибо всем огромное. Спасибо отдельным донатерам, платным подписчикам. Давайте пока, ребята. Всего хорошего.